приветствую вас народ с вами варчик продолжаем смотреть самые актуальные сильные танки в нашей игре сегодня будем смотреть девятки прокачиваемые а именно pt с прокачиваемыми восьмерками я решил закончить поскольку они не актуальны на них никто не играет они не интересны там все катаются на прем танках поэтому нет смысла там смотреть лучшие танки поскольку и даже в рандоме нет навод реплейс нету реплеев на тех танках которые там даже лучше никто на них не играет про восьмерки все забыли там есть конечно интересные танки но лучше посмотрим девятки которые актуальны на них люди играют много они нравятся всем реплеев на валом статистике на валом эти танки встречаются каждый бой про них мы будем смотреть зачем смотреть танки которые они даже в бою не попадаются годами это топ-3 пт 9 уровня прокачиваемых и начинаем мы третье место ст 30 остальные пт которые не войдут в наш топ они конечно тоже что-то из себя представляют и более-менее плотно другу-другу по статистике находятся если там кого-то и брать то нужно брать сразу всех поэтому мы будем смотреть три самые лучшие которые прям сильно выделяются на фоне всех остальных поэтому я так мало танков взял в наш топ всего лишь три поскольку остальные между собой никак не выделяются а эти прям очень сильно на фоне остальных выглядят интереснее сильнее так вот поговорим про т-30 появился он в игре в 2010 году ему уже 13 лет в 2010 году его перевели на 9 уровень в качестве пт а был он 2010 году введен как тяжелый танк 10 уровня после этого его немножко иногда трогали чуть-чуть перезарядку понерфили немножко даже апнули сведения когда-то очень давно сделали дешевле ремонт и лучше доходность там буквально на 10 11 процентов по сути особо каких-то там сильных изменений не было это прям очень старый танк и он по-прежнему супер классный почему так давайте разберемся с его характеристиками начнем не самой сильной его стороны это маневренность подвижность удельная мощность 13 и 3 максималка вперед 35 назад 10 это мы будем улучшать но и с таким можно жить конечно 10 километров назад это не очень когда-то давно у него было 12 но понерфили нельзя ему быстро назад ехать только вперед маскировка не выдающаяся это вообще изначально был тяж и какие-то задатки тяжелого танка у него по-прежнему есть обзор 380 вот такой средненький посмотрим теперь броню броня не выдающаяся особенно в корпусе в лд нлд пробивается легко борт корпуса не сильно толстый но немножко им можно ромбовать при помощи гусеницы отбивает там снарядики потихоньку аккуратно можно главное сильно не перекручивать корпус поскольку будут пробивать какая-никакая есть броня в башне в маске по краям особенно брони много но в центр маски надо могут пробивать особо мощными снарядами также специальными снарядами могут пробивать и щеки вокруг маски по правилу трех калибров часто пробивают крышу башни она выпуклая это можно считать что прям за минус в броне поскольку когда играешь через рельефы частенько стреляют по касательной в крышу башни в принципе броня есть особенно во лбу башни хорошо что это не картон выставляться давать урон в принципе есть от чего или от борта или от лба башни ну и наверное перейдем к самому интересному у т-30 это орудие огневая мощь альфа 750 это прям реально то что хочется на пт пробил так пробил половинить врагов прям вообще самое то ну и конечно же на пт хочется еще и пробить и много тут его прям навалом 276 б башкой основной снаряд с таким пробитием с такой альфой огромный калибр который еще и будет многие танки по правилу трех калибров пробивать по касательной это прям классно увн 10 градусов вниз 15 вверх 15 вверх это не прям много прям если сильно вверх нужно задрать это будет неудобно но вниз 10 это классно через холмики с такой лобовой броней в башне и с таким опасным орудием это реально классно 035 точность хорошее сведение 2 и 7 сведения конечно долго и стабилизации не сказать что прям вау но в целом стрелять комфортно пойдет для такого пробития такой альфы еще и таких комфортных у венов это нормально дпм не сказать что он прям большой это скорее танк для игры от альфы не от дпм а нам нужно просто аккуратненько выставляться и безопасно давать свою большую альфу по врагам которые подставились разыгрывать какие-то позицион очки наш танк не супер крепкий чтобы постоянно принимать вражеские обстрелы наш танк не дпм на и не нужно заезжать прям очень глубоко никого мы на скорострельности раз на раз не разберем нам нужно просто аккуратненько выдавать периодически свою альфу играя от позицион очек от рельефов нужно спокойно следить за боем и в каждой игровой ситуации пытаться выдать свою альфу безопасно танчик очень клёвый классный я на нем три отметки взял это было невероятно интересно мне еще очень понравилось то что я очень часто поджигал врагов может это конечно с течения обстоятельств но за короткий промежуток времени столько горящих врагов я ни на одном танке не видел тут огромный калибр внушительный урон по модулям если стрелять по бакам по двигателю в общем по жопам то враги горят будь здоров я думаю что еще стоит стрелять под башню чтобы они еще и взрывались это реально клёвый танк на хорошем уровне на девятом на котором более-менее приятно играть поэтому однозначно этот танк рекомендую он невероятно клёвый много людей на нем катает он популярный единственно что я не сказал еще про его характеристики это то что у специального снаряда пробитие 320 не сказал бы что это много но это больше чем основным снарядом также еще фугас 90 миллиметров это тоже немало иногда можно стрельнуть кому-нибудь с пробитием на 950 но много фугасов не советую брать поскольку перезарядка занимает продолжительный промежуток времени не так уж и легко подгадать случай чтобы именно фугасом по картонному врагу стрельнуть но пару фугасиков возить с собой надо чтобы в конце там допустим у нас сто процентов бумажные враги остались мы могли зарядить фугас либо же где-то там шотни никого куда-то там добрать пару фугасов всегда нужны по поводу оборудования что на этот танк ставить одна сборка это где мы спешим набить свой урон свой результат вентиляция турбина досылатель я вообще три отметки на нем взял у меня стоял досылатель вентиляция прицел у меня была точность 03 при этом я играл без допайка что у меня происходило на тот момент в голове я не знаю да я начали на расслабоне бесплатно без голды на бэбэшках без допайка взял три отметки причем я реально кайфовал от боев как это произошло не знаю и так полевую модернизацию т-30 вы видите на экране а мы переходим к т-95 на т-95 я тоже взял три отметки это было удивление поскольку я все время обходил этот танк стороной и думал что он не очень лично у меня т-95 никаких проблем не вызывает когда я играю против него у него есть уязвимые зоны в катках которые сбоку пробиваются и он еще и на каток становится иногда это танк можно вообще бесплатно убить но я поиграл на нем и понял что этот танк супер сильный супер имбовый его даже в последнем патче немножко понерфили как это 110 и 3 вообще получается что т-110 и 3 это одна из лучших пт-веток которую можно вот качать поскольку там и восьмерка одна из лучших и девятка одна из лучших и десятка тоже хорошая это прям гениальная ветка и она вся очень медленно едет главный минус этих танков то что они не едут если посмотреть на максимальную скорость т-95 то она 20 вперед 10 назад удельная мощность 8 и 8 это прям жуть какая-то танк в эре появился 2011 году видим что все самые топовые танки это самые старые вот и думайте теперь устаревают танки или нет за все время у т-95 немного было изменений ему добавили 100 хп улучшили скорость поворота максимальную скорость апнули с 13 километров до 20 вы представляете это чудо когда-то ехала 13 километров все в том же в 2017 году более углубленно когда смотришь на изменения в игре понимаешь что в 2017 году многим танкам очень хорошо так так гинули параметров поскольку это очередной танк который апнули в 2017 ему апнули максимальную скорость вперед с 13 до 20 а назад с 6 до 10 также улучшили еще и мощность двигателя что одного что второго давайте посмотрим броню этого танка она действительно внушительная вал бойта танк реально крепкий но есть два лючка которые в середине пробиваются не так уж сложно также присутствует небольшое нлд еще есть такой вот кусочек лючка который выглядывает из-за другого лючка у которого вообще брони почти нет он реально пробивается там даже не знаю какими-то семерками бэбэшками но туда надо попасть с левой стороны на рубке сбоку за первым лючком таким за выемкой находится вторая выемка которая пробивается супер легко и это еще не все беды бы в броне у этого танка у него еще и в катках есть проблемы поскольку сбоку в ближний каток под углом этот танк пробивается очень легко ставится на гусеницу и спокойно убивается если ваш дпм приличный но в принципе это все уязвимые зоны какие же плюсы у этого танка ну наверное единственное помимо лобовой брони это конечно же орудие такое же как на т-30 276 пробития бэбэшкой 750 альфа единственно что орудие здесь опускается всего лишь на 5 градусов но танк низкий но хотелось бы конечно и чуть побольше точность 0 36 сведения 2,59 чуть быстрее чем у т-30 но точность то же самое также дпм здесь 2470 а у т-30 2 200 но там есть башня у вены там свои удобства здесь вот свои какой стиль игры на т-95 мы сразу должны ехать туда этим и хоть что-то сможем поделать поучаствовать в бою стояли где-то что-то там кимперить мы не успеем поучаствовать повлиять сделать свой вклад в бой конечно ехать самому куда-то на фланг смысла нет нас там закрутят завертят и забуцают толпой поэтому мы должны как бы и участвует но при этом не отделяться от стада это такой вот стадный игрок самое лучше всего ехать с тяжами куда-то город бодаться если тяжей много это прям вообще то что нам надо что касаемо оборудования я три отметки на этом танке взял со следующим оборудованием досылатель турбина прицел можно конечно же вместо прицела поставить закалку но и принципе выбора особо больше наверное нет я вообще был удивлен насколько я легко на нем взял 3 отметки по статистике на моем аккаунте это один из самых сильных танков получился причем на нем очень легко игралась лично для меня я не знаю но по статистике это pt на девятом уровне у нас в рейтинге на втором месте видимо не только для меня этот танк очень классный поэтому я обязательно рекомендую его если не пробовали попробуйте это невероятный танк как и вся ветка в которой находится т95 полевую модернизацию можете видеть на экране вот мы подошли к первому месту самая сильная pt 9 уровня по статистике по популярности хотя все эти танки которые мы в этом видео рассмотрели популярны на них очень много кто играет они нравятся многим конечно же это тортойс британская pt 9 уровня это наверное самый свежий танк в нашем топе поскольку вы грел появился в 2013 году получается у нас на третьем месте в нашем топе танк 2010 года на втором месте танк 2011 года ну и на первом месте прям такой свежачок бодрячок 2013 года тортойс именно в 2013 году он появился в игре прям так сказать старички в топе заметные изменения у тортой за произошли в основном в 2017 году в патче 0 9 21 ему апнули пробитие на многих его орудиях немножко там понерфили на одном из них перезарядку улучшили альфу усилили броню корпуса видим что очередную пт в 2017 году апнули и она сейчас на первом месте среди девяток давайте посмотрим броню этого танка она внушительная это прям передвижная крепость брони навалом везде если сильно перекрутить корпус конечно можно пробить ему передний каток часто еще пробивают в центр лючка он большой но если не попасть в центр вряд ли пробьешь также специальными снарядами часто пробивают рубку с другой стороны справа и не там где лючок а там где пулеметик но если стрелять чуть ниже этого пулеметика то как ни странно там брони чуть меньше хотя многие стреляют по привычке в пулеметик я не исключение а так по сути броня у этого танка великолепная если не встречать десяток который специальными снарядами стреляют с пробитием 300 плюс в такой ситуации броня становится не такой великолепной и даже начинают пробивать нлд но нужно стрелять не в самую нижнюю часть нлд поскольку там очень большой угол и приведен к невероятное нужно стрелять в центр нлд что касаемо мобильности удельная мощность не очень максимальная скорость 20 вперед 10 назад маневренность так себе обзор 390 что уже прям неплохо ну и главная фишка этого танка это орудие 259 пробитие основным снарядом 326 специальным 400 альфа и невероятный дпм 3500 который можно разогнать до невиданных цифр если поставить туда оборудование нормальный экипаж это будет прям жестко точность 03 сведения 16 прям то что надо орудие максимально великолепное насколько это вообще возможно это единственный танк пока на котором у меня нету трех отметок среди перечисленных сегодня возможно когда-нибудь нужно будет этим заняться это прям вишенка на тортике я для себя оставил оборудование у нас следующее досылатель вентиляция турбина или досылатель вентиляция закалка на вкус и цвет все метовые сборки разные полевую модернизацию вы видите у себя на экране ну а что в принципе могу сказать все эти три танка очень популярные классные многие про них уже знают многие люди догадывались что именно эти танки в моем топе займут первые места поскольку а как иначе но если вы про них не знали то рекомендую попробовать выбрать тот который вам больше нравится и поиграть это невероятно классные танки но абсолютно разные пишите свое мнение в комментариях обязательно подписывайтесь играть красиво всем удачи пока